Привет, друзья! С вами Макс. И сегодня я в коротком видео хотел бы вам рассказать о том месте, где я вырос. О том районе, где я вырос. У меня, кстати, был подкаст. Я рассказывал про свое детство, про свою юность. Можете послушать. Ссылки будут в описании к этому подкасту. Но сегодня я хочу показать часть этих мест, о которых я говорил в подкасте. Ну и вообще, показать вам типичный спальный район Санкт-Петербурга. Ну и мы прогуляемся и посмотрим, что здесь есть. Давайте начнем прямо с первого объекта. Это парадная. В Питере мы называем это парадная. Парадная. Просто парадная. В Москве это называется подъезд. И в остальной России тоже. Но мы в Питере называем это так. Поэтому все смеются, что если ты говоришь парадная, то ты из Питера. Вот это такой десятиэтажный панельный дом, в котором я, по сути, жил с третьего класса. То есть, с десяти лет. С десяти и где-то до двадцати лет. То есть, десять лет жизни я провел вот в этом доме. Вот здесь, на втором этаже. Вот так вот, друзья. Сейчас осень. Ну и все выглядит достаточно симпатично. Давайте немного прогуляемся. Я вам покажу, что здесь есть. Это вот, кстати, мой детский садик. Это мой детский сад, где я... куда я ходил несколько лет. Вот так вот он выглядит. Конечно, сейчас и детский сад обновили. Вот это все... ну, может быть, оно не выглядит совершенно новым. Но несколько лет назад вот эти беседки, да, эта беседка, их обновляли. Ну, сейчас, конечно, они уже снова требуют обновления. Вот. Но, конечно, в моем детстве не было так много каких-то машинок, каких-то вот здесь корабль какой-то. Вот этого всего не было. Было все попроще. Но, тем не менее, в этот детский сад я ходил. Это, кстати, скажем, типичный архитект... ну, как типичный проект. Типичный проект детского сада. Такие детские сады строили там в 90-х, может быть, в 80-х-90-х. И их можно увидеть много где. Такое двухэтажное здание. Вот здесь качель. Там еще одна беседка. Там гуляет кот по детскому саду. Детский кот. Ну, давайте пройдемся. Когда я был маленьким, то в этом месте не было вот этих зданий. И здесь было огромное поле. Вот. Здесь играли в футбол, бегали друг за другом. В общем, дети здесь играли. Но какое-то время назад здесь появились вот такие высокие дома. Появились высокие дома. Здесь, в этих домах, вот здесь, в тех домах жили мои... ну, наверное, и живут отчасти мои одноклассники. Я помню, что здесь жила девушка, которая мне очень-очень нравилась. И я всегда как-то очень... очень было круто, когда я шел в школу вот по этой дороге. И встречал ее в этой парадной. И мы вместе шли в школу. По-моему, вот в этой парадной она жила. Это было... это было прикольно. А, собственно, вот это и есть школа. Эта школа, это то место, где я мучился. Не учился, а мучился. Сколько там? Десять лет, да? Десять лет я мучился в этой школе. Не потому, что это такая плохая школа, а просто потому, что я ненавидел школу, ненавидел учебу, ненавидел все. Вот. Меня интересовало все, что происходит за пределами школы. Вот. Но саму школу, конечно, я очень-очень сильно не любил. Вот так она выглядит. Трехэтажное здание. Тогда еще не было вот этого забора. Сейчас здесь, видите, такая решетка. Забор. Тогда в моем детстве этого не было. И мы иногда убегали из школы и бежали в магазин. В магазине мы покупали какую-нибудь газировку. Может быть, чипсы или сухарики. Вот. И бежали обратно в школу. Это было смешно. А вот там, кстати, вот в этом доме... длинный дом. Такой же абсолютно дом. Можете посмотреть. Эти дома были построены, наверное, в начале девяностых. Может быть, в конце восьмидесятых. И это... они все одинаковые. Эти все дома одинаковые. И вот в той части дома, в последней, по-моему, парадной или в предпоследней парадной, жил мой, ну, наверное, лучший друг детства. Его зовут Игорь. Игорь Васильев. Игорь, привет! Вдруг, если ты увидишь это видео, то привет тебе. Классное было время. Да, вот. Забавно, что я обо всем этом рассказываю, друзья. О, кстати, смотрите. Это... это ягоды, которые называются боярышник. Вот такие вот красные ягоды. Это боярышник. Он используется как лекарственная ягода. Заваривают люди, пьют. Вот. Очень красиво выглядит. Как и рябина, как и калина. Да, помните? Калинка, малинка. Это все такие осенние ягоды, которые созревают осенью, поздней осенью. И из них люди что-то делают. Вот, да. И рассказываю я это... блин, я иду вот здесь. И у меня ощущение, что я в школу сейчас иду. Потому что вход там. У меня реально ощущение, что я сейчас приду в школу. Нет, не хочу. Мама, можно я не пойду в школу сегодня? Да. Камеры висят. Ничего себе. Как все стало жестко. Вот. Я это все записываю в то время, когда я приехал навестить маму в Санкт-Петербург и узнал, что в России ввели мобилизацию. Так называемая частичная мобилизация. Но понятно, что это все полная блажь. И ни о какой частичной речи не идет. Но об этом поговорим чуть позже. Вот он, вход. Вход в школу. Меня туда не пустят, потому что там находится охранник. Поэтому, если я войду в те двери, он скажет, а вы кто? И меня не пустят в школу. Вот. Так вот она выглядит. Школа. Привет, школа. И пока, школа, спасибо тебе за все. Но надеюсь, больше мы с тобой не увидимся. Вот. Ненавидел школу всегда. Так вот, да. И все это я записываю в то время, когда объявлена вот эта мобилизация. И я не знаю, слышали вы или слышали ли вы об этом. Но это, мне кажется, очень известная сейчас такая очень обсуждаемая новость. Вот. Я об этом подробнее рассказал в подкасте на самом деле. Подкаст номер 204, по-моему. В общем, ссылка будет в описании. Я там рассказываю, что такое эта мобилизация, кого она касается. Потому что, как бы, официальные лица говорят одно, что будут мобилизовать только людей, которые служили в армии, только людей, у которых есть опыт. А по факту, что я слышу от друзей, от знакомых, что читаю в новостях, это то, что приезжают в какие-то далекие села и просто забирают там десятками или даже сотнями людей. Ну, это факт. Большие города в России, жители больших городов находятся в меньшей опасности, чем жители далеких сел. Так было всегда. Так было всегда в России. То есть, где-нибудь в далеких селах, ночью. Да, реально, ребят, это реальная история. Ночью приезжают люди и забирают. Вот так это происходит. А по телевизору нам говорят, что только определенная категория будет мобилизована. В общем, все как обычно. Ничего удивительного, если честно, нет. Ничего удивительного нет. Но, опять же, лучше послушайте подкаст. Там я об этом подробнее говорю. Ну что ж, давайте еще прогуляемся вот в ту сторону. Я вам покажу то место, где в детстве у меня два раза отнимали разные вещи. Телепортируемся! Здесь мы идем вдоль проспекта. Вот этот проспект уходит туда далеко. И вот здесь второй... Как сказать? Здесь место, где жил, можно сказать, второй мой лучший друг. Уже друг моей юности, с которым мы общались уже в старшей школе. Его зовут Митя. Митя, если ты меня слышишь, привет тебе! От этого места где-то десять минут пешком до метро. И иногда я ходил пешком, а иногда я ездил на автобусах. Сейчас уже автобусы стали новее. Вот еще один автобус, и за ним еще один автобус. Здесь много автобусов. А иногда здесь ездят маршрутки. Но маршрутки... что-то их пока не видно. Но вообще здесь раньше было очень много маршруток. Наверное, сейчас стало меньше маршруток, больше автобусов. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Потому что маршрутка, это, конечно, отвратительный вид транспорта. Но я его не люблю. А вот это, кстати, университет имени Бонч Бруевича. Университет телекоммуникаций. Университет телекоммуникаций. Многие мои друзья туда поступали. Кто-то закончил его, кто-то не закончил. Такой технический университет. Я ходил туда на занятия по физике и по информатике. Но я, конечно, не пошел в технический вуз. В общем, я туда просто ходил на дополнительные занятия в этот университет. А вот это была моя дорожка, например, в университет. Потому что когда я учился в университете, я ездил на метро. И вот это была моя стандартная дорога до метро. Вот. В то время, правда, еще не было таких электросамокатов. Сейчас они, конечно, безумно популярны. И, честно говоря, безумно опасны. Потому что, ну, нет отдельных дорожек для этих самокатов. И периодически они сталкиваются с людьми. В общем, это не очень приятно. Вот оно. Вот оно, место, о котором я говорил в подкасте. Вот это место... Когда я был маленьким, ехал с дачи и шел от метро... Я возвращался с дачи домой и шел от метро в ту сторону. Я шел в наушниках. У меня был за спиной рюкзак. И примерно вот где-то на этом месте... Была зима. Где-то на этом месте ко мне сзади подбежали чуваки и сделали мне подножку. Я свалился. Они выхватили мой рюкзак. Нет, сначала они начали пинать меня ногами, потому что я держал рюкзак. Ну и потом я понял, что я не хочу, чтобы меня избили. И я просто отдал им этот рюкзак. В котором были, ну, какие-то не очень важные вещи. Типа картошка, ботинки, диск с игрой Need for Speed 5 Porsche и так далее. И это произошло вот здесь. В то время еще не было забора. И это был такой пустырь. Пустырь. Пустырь, то есть место, где... где ничего нету. Вот это со мной произошло. Это был первый момент. Но на этом не закончились мои криминальные истории. Потому что на противоположной стороне дороги, вот там, уже позже, когда появились мобильные телефоны, я шел с Нокией 3310. И вот как раз рядом с этим домом ко мне подошел чувак и сказал, отдай телефон. Я сказал, нет. Тогда он достал нож, подставил мне к горлу и сказал, отдавай телефон. Я сказал, да, окей, бери, держи. Вот, это все происходило вот там. Сейчас, конечно, забавно это вспоминать. Но тогда это было не смешно. Дело в том, что вообще весь этот район, весь этот район, веселый поселок, так называемый. Да, почему веселый, непонятно. Он славился всегда своей криминальностью. И в детстве я это очень ощущал. Но подробнее об этом, друзья, я рассказал в подкасте. Советую вам послушать два подкаста. Они довольно интересные, немного личные. И на этом я хочу завершить это видео. Скажу, что пока я не знаю, что будет дальше, друзья. Объявленная мобилизация теоретически, как бы официально меня коснуться не должна. Но практически понятно, что никто не знает, как будет все. Поэтому, конечно, я хочу предпринять некие действия, чтобы избежать... Чтобы избежать неприятностей. Давайте скажем это так. Ведь я еще нахожусь на территории России. Поэтому, скажем так, чтобы избежать неприятностей, я хочу... Я хочу предпринять определенные меры. Ну, в общем, на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok